Этим выборам нужен институт самовыдвижения, решили в одной из политических партий и сегодня в КЗС рассматривали законопроект о том, чтобы выдвигать кандидатуру на пост главы региона могли и самовыдвиженцы. Еще одна инициатива – снизить муниципальный фильтр для участия в выборах партии с 7% до 5%. Реальность такова, что пока преодолеть этот порог может только Единая Россия. Эти предложения представили за 4 месяца до выборов алтайского губернатора, обращаясь к самой крупной фракции парламента. Но в целом в своем выступлении Александр Молотов обращался скорее к оппозиции. Внутри нее единства не нашлось. Тем не менее, с привесом в один голос депутаты идею одобрили, но не набрали достаточно голосов и проект не прошел. Еще более жарким выдалось обсуждение инициативы о комендантском часе для детей. Депутаты расширили перечень мест, где детям находиться нельзя. Там, где курят секреты и кальяны, в букмекерских конторах, а ночью и в компьютерных залах, в расселенных или аварийных зданиях, на пляже, если нет сопровождения взрослого. Прежде всего, законно-воспитательная функция. Если мы говорим про водоемы, мы понимаем, что на всех водоемах не будет стоять проверяющий, который будет проверять один ребенок или со взрослым. Если мы говорим о таких местах, то здесь мы надеемся на бдительность взрослых, окружающих лиц, которые могут сообщить о том, что дети находятся в таком аварийном здании. Некоторые посчитали, что проект сырой, а ограничений для детей слишком много. Мы лишаем подростков возможности подниматься на череда, на крышу, спускаться в подвал, кого мы растим. Нужно заставить муниципалитеты работать в части сноса и ограничения возможности посещения заброшенных зданий. Сколько вы совершенно детей сегодня воспитываете вы. Вот так кальяно родеете за этот закон, я вам скажу, как отец. Я не вижу в нем ничего недосудительного. После пререканий, частично эмоциональных, депутаты все же одобрили закон. 40 за, против, воздержались и не голосовали 17. Некоторые парламентарии сомневаются, как будет работать этот документ, ведь реагировать полиция или органы власти будут на оповещения от неравнодушных. Поддержали в АКЗС и закон о досрочном выходе на пенсию инструкторов физ. воспитания в детсадах, уравняв их права с коллегами. Представьте, когда в 22 года заканчивает вуз, например, или колледж, инструктор физического воспитания и руководитель физического воспитания. Руководитель имеет право выйти на пенсию, соответственно, через 25 лет, то есть 47 лет. А инструктор с учетом повышения пенсионного возраста выйдет на пенсию в 63 или в 65. Считаем это с точки зрения социальной справедливости неправильным. Кроме того, утвердили закон о депутатских декларациях. По новым правилам теперь публиковать будут лишь общее количество депутатов, подавших и не подавших этот документ. А сама процедура останется обязательной для тех, кто работает в парламенте на постоянной основе, если расход депутата превысил доходы за три года. Ни один из депутатов не проголосовал против.